так всем привет если что сингла гайда видимо не будет еще где-то неделю просто потому что я взялся с клавиатуру разъебал от того что поиграл на москве ну точнее просто пролил кофе но давайте думать будто бы я реально сломал все клавиатуру просто потому что пригорел ну такой сегодня супер полезный видео будет с ну такой 4 видео на 4 звездочки из 5 по полезности по на добавляю новых привилегий в сословии вообще заебись супер кайф в принципе до этого я не делал только по одной причине потому что существовал гайд креатива и в принципе с гайдом креатива я был скорее согласен чем не согласен и никакого отдельного видео мне в общем то не нужно было делать ну вот так давайте теперь поговорим про сословия что вообще за привилегии добавили что как жать кнопки на старте кнопки жмутся супер-супер-пупер дефолтно на старте на старте мы давайте поговорим про при лиге которое мы всегда ставим мы всегда ставим очки всегда ставим скидки и всегда ставим стульчик вот ставим стульчик это самое сильное привилегия игре просто стартовая потому что она дает влияние нашим сослов и соответственно не работают лучше вот и все ну и лояльность но на lui мы скорее пофиг чем не пофиг, но стульчик просто он по сути, если у нас допустим 4 сословия, он соответственно нам 4 привилегии заменяет. Сам по себе он, ну, не суперкрутой, но по сути 4 привилегии. Ставим очки. Это в принципе так всегда. Бам, бум, бам. Очки проставили. У богемии почему-то 35 кронлендов, но в принципе срать. Предположим, у меня 30. Забираем пробку вассала, потому что это даст нам лишние кронленды. Чего ты такой недовольный? Ладно, давай. Сейчас вот 5, 6 кронлендов. Это очень сильный абуз, ну, механика точнее, не совсем абуз. Механика на абсолютно любой стране, у которой 30 кронлендов на турке. Можно так, в принципе, у вассалов забирать пробки на Москве, забирать у Перми пробки. То есть очень полезно, потому что не всегда хочется что-то качать на старте. Ну, допустим, тут пробку прокачать 53 очка. Ну, это же охуеть. Это же охуеть сколько. Ну, соответственно, мы продаем. Жмем агенду. С агендой есть своя тонкость. Ну, две основных агенды это какие? Не знаю, один раз пробку прокачаю, потому что кронлендов не хватает. Две как бы главных агенды в игре это рекруты. То есть вот так нанимаем рекрутов. И вторая агенда это 5 займов. То есть берем 5 займов и, соответственно, лутаем агенду на выплату займов. Ну, не всегда. С рекрутами там суперстабильно, с займами не суперстабильно. Как-то вот так наши стартовые сусловия выглядят. Нажимаем диету. Е-е-е, диета. Manpower at least 50%. Вот это кайф. Вот 50% жмем. Правой клавишей нажимаем на найм. Отменяется. Один день скипаем. Получаем скидочного советника. Я об этом уже говорил, но вообще супер имба. Тут маловато админки, потому что тут интерагнум. Ну, что я двадцаточку себе впишу админки. А-а-а, хер там. Ну, вообще нормальная тема после агенды под скидкой от вот этих человат-клержей нажать стабу. Но у меня, конечно, регенство и religious unity. Ну, вот там написано скидочка 7%. То есть тоже на, в принципе, на любой стране на старте нажать стабу, кроме, наверное, Москвы. На турке точно жмем, на хабе точно жмем. Ну, то есть на всех странах нам, в принципе, хочется лутануть процветание. Нажимаем сизлэнд. Ну, соответственно, мы типа стабу подняли. Ну, как бы на богеме я нифига не поднял, но пофиг. Нажали сизлэнд, проставили скидки на советников. Все, в принципе, супер просто. Чик, чик, чик. У нас во всех сословиях осталось по одному слоту. Если страна маленькая, то можно какую-то дресню туда засунуть. Ну, то есть богемия — это относительно маленькая страна, которая из-за того, что она находится в Сыре, не может очень быстро экспансировать. Но, допустим, какая-то Москва, турок, мамлюк, они все в оставшийся слот в своих сословиях обязаны ставить копасти. Говермент копасити. Павер уинс 999. Сейчас будет кэч. Бам-бам-бам-бам. Ну, реально, ну а что можно сделать, если нет команды, которая вписывает кронленды? Ну, или я и не знаю. Ну, вроде как нету. Просто нет возможности взять и вписать кронленды. Жизни нет. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот сколько я там уже накачал. 14 кронлендов. Капасити, Капасити, Капасити. Ну, и мы так, в принципе, всегда остаемся, но на 5 кронлендах. Вот и все. Главное просто вовремя снижать автономию. И если начинается война, все-таки не сидеть на 5, а уже один раз нажать Сизленд и прыгнуть в 10. Но так, в принципе, достаточно комфортно абсолютно на любой стороне. Сидим на 5. Вот и все. В принципе, у нас в клержах остался один слот. Тут выбор очень большой. Тут все привилегии очень-очень-очень-очень сильные. Но я, наверное, скажу, что самое сильное это привилегия на 10-10-10. Ну, то есть просто невероятный имба. Как по мне, как по мне, но это просто самая сильная привилегия в игре. Альтернатива, ну, естественно, мы ее на старте не поставим. Альтернатива — это просто плюс 25 отношений со всеми челами с нашей религией. Из-за того, что у нас плюс 25, по итогу мы, в принципе, можем съесть всегда на одну пробку больше. Ну, то есть просто увеличенное количество игры. Ну, то есть вот так как-то должны выглядеть сословия. А еще есть, есть еще такая возможность докручивать престиж на бургерах. Я думаю, в принципе, об этом все знают. Также на плях мы хотим стульчик в какой-то момент поменять на привилегию, что дает генерал Кост. Стульчик на генерал Кост. Это, в принципе, прям основа основ. Переключаемся на особые страны. Это Москва. Почему страна особая? Страна особая по двум причинам. Первое, у нас есть Казаки. Второе, у нас есть ебаная толпа вассалов. А поскольку у нас есть ебаная толпа вассалов, значит, мы в Боярах как бы ставим чуть-чуть другие привилегии. Мы, соответственно, ставим два дипслота. Два дипслота очень-очень-очень сильная привилегия для сингла. И, думаю, очень сильная привилегия для какого-то стартового кача. Потому что, в общем-то, на старте нам мил очки не так нужны. То есть, до пятого теха, в принципе, от того, что у нас будет оверкап милки, мы будем просто сидеть бибу, пебру сосать. Ну и вторая привилегия это просто, я не знаю, добавили в патч какую-то, ну очень-какую-то очень смешную привилегию. Дипломатик аннексейшн минус пять и не дает дипрепу штраф. То есть, мы вот эту всю дресню просто можем присоединить. Ура! Ну, а как только мы присоединим эту всю дресню, соответственно, две привилегии упадут и у нас два слота появится. А у казаков все супер просто. Капасить, дивкост, плюс один шок и двадцать пять мэнпоуэра. Но это не двадцать пять, это ловушка клокверка. Тут просто сто мэнпоуэра. Здравствуйте, у нас двадцать пять в скобочках сто. Вот и все. Что тут еще? Можно поиграть тег лид. Тегнусь на лидву. Можно в теории типа поиграть через вот эти две привилегии лэнд спешл юнит форс лимит. Как только мы одну поставим, нам дадут еще вторую типа. Да, мы потратим на это десять кронлендов, но это вроде как супер говня, ну, просто говнина. Ну, казаки, конечно, такие прикольные, десять шока, но, по-моему, это все-таки говнина. Все. Стоит вообще до пызды, как дура. Можно вот так чисто их нанять. Ну, я не эксперт в скобочках не АВ. Но зато, когда убираем одну и вторая падает, и казачки нанимаются. Но это какой-то очень экстравагантный вариант, который не играется на Москве, просто по одной причине, потому что на Москве можно выделить вот эту яишку, которая Орда, и типа нанять коней с пятью пипсами. Ну, просто у Орды, короче, пять пипсов у коней на старте. Вот тут у коней на старте три пипса. Вот и вся разница. То есть на Москве просто профитнее Орду выделить. Такая грустный момент. Сейчас покажу, короче, я раскликивал сословия, ну, там, что добавили? Еще муслимам чуть-чуть привели, их добавили, и фетишистам. Но фетишисты там, короче, ну, говнина просто. Вообще, туда смысла даже смотреть нету. Так. Эй. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Кинтер. Короче, у муслимов, я не знаю, ну, парадоксы вообще в свою игру играют, они что, дебилы? Ну, почему? Вот как-то это все так криво работает. Показываю. Нажимаем привилегию, которая убирает требования к дипломатическим отношениям. Ивент оставляем, отменяем привилегию, ставим привилегию, которую, в общем-то, хотим. Не знаю, хочу привилегию на 10 игры. У меня ни с кем союза нету, то есть я просто сижу в клетке и могу поставить привилегию на 10 игры за 50 админки. Думаю, в принципе, на муслимах так можно и играть на старте. Ну, то есть, типа, ставишь вот эту привилегию, убираешь ее, берешь школу, которую хочешь, жмешь скидку на админку, жмешь эту трясню и убираешь. Вуаля. Просто, просто волшебство. Ну, и, соответственно, там уже доставляешь как хочешь. Также у нас есть такое прекрасное сословие, как зиме, но зиме там все супер просто. На турке небольшое отличие, потому что на турке мы, в принципе, позволить привилегию на 15 таксов. Просто из-за того, что у нас есть три толеранса. Если трех толерансов нету, то берем не 15 таксов, а берем два толеранса. Вот тут есть привилегия. Толеранс of hasans плюс два. Вообще, привилегия сильная, потому что она для муслимов делает толерантность больше нуля. То есть, вот так. Тут полтора, было бы 0.5, в принципе, дебапов не было. Ставим 20 в скобочках, ну, парадокс опять обосрались, 30 рекрутов. И в последний слот, соответственно, ставим а где мои кронленды? Капасти. Потому что Капасти в этой игре это вообще, наверное, одно из самых важных вещей. Просто потому, что оно вам, если вы вайвер Капасти, оно просто возьмет и ластхитнет ваших советников. А советников нужно уважать. Капасти. Вот, все. Есть еще особый случай. Особый случай, в принципе, можем потом заглянуть в Индию. Это вонючие японцы. Уэс. Ой, у них, короче, есть супер-классная привилегия. Называется внутреннее совершенство, насколько я помню. Вот. Да, ну, так оно и называется. Внутреннее совершенство. Короче, от количества земель ты можешь получить 15 дивкостов. Если у тебя будет вот так все в клержах, то ты получишь 15 дивкостов. Очень сильно, но очень больно жопе. Потому что как выглядит на стак обычно вот этой привилегии? мы типа ставим админ очко, снимаем его, ставим, снимаем, и за счет чего это происходит? За счет того, что мы кролленды типа продаем, а кнопку сизленд не жмем. Вот эту кнопку никогда не жмем. Ну, вообще так на любой стороне в лоте мы просто свои кролленды доводим до того, что мы вот эти 5, 10, 20 просто надевываем. за счет того, что у нас перестакана дивкост. Типа дивкост перестакан, соответственно, мы можем сидеть и никогда не жать сизленд. Вот и все. Там, в принципе, в лоте приходится, конечно, снимать привилегии, но об этом ну вот доиграйте хотя бы раз до лота, в принципе, можно и поговорить. Я не часто доигрываю до лота, что мне прям в корт энд хантри куда-то падать, ну, это слишком сложно. У Аюти чуть-чуть отличается игра, потому что есть дивкост. Вот и все. Это вот этих всех стран. Короче, есть дивкост в джунглях, пятерочка. Его нужно ставить. Соответственно, там не хватает слота или на копасть, или на дивкост, на что-то из этого, ну, не на дивкост, на займы, на что-то не хватает. Вот и все. В Индии, конечно, конечно, ой, в Индии весь рот в индусах. На виджа, давайте так, сначала виджа. Тут, в принципе, абсолютно, абсолютно такие же сословия, как у обычных стран. Просто чуть-чуть все перепутано. просто ставим очки. Дальше ставим стульчик, только он находится в клержах, типа, то есть, в священниках. Ну, все остальное просто доставляем по вкусу. Ладно, не по вкусу. Тут чуть-чуть с привилегиями, конечно, ну, вообще, привилегии точно такие же. Вайшах только ставим 10-10, потому что чем больше влияние у вайши, тем больше они дают продакшен. ой, в бахмани там просто просто вот столько сословий. Тут ставим абсолютно все, просто потому, что нет слотов. Вот и все. Вот тут ставим тоже все. Вот и все. Ну, короче, тут просто привилегии под количество слотов. Просто запутаться невозможно. Также, ну, в принципе, со всеми сословиями разобрались. У трайбов, короче, там просто у тебя четыре привилегии, это ошибиться, нужно быть дебилом. Поговорим о такой штуке, как какого хуя люди ставят монополии, они что, дебилы? Короче, объясняю три причины, почему монополии нельзя нахуй никогда ставить. Во-первых, причина один. Это, конечно, чуть-чуть коственная причина, но потому, что монополии, то есть, меркантилизм, он очень плохо работает с обычной мета-игры вью, просто потому, что ты очень редко обязан делить с кем-то нот. Вот турок, у него свой нот, Австрия, у него свой нот, Франция, у него свой нот, Кастилия, у него тоже свой нот, вот только разве что Англия и Бургундия, у них там есть какое-то соперничество. Брандебург, но в целом свой нот обычно. Польша свой нот, Москва свой нот, ну то есть, у них такие ноты, которые как бы по факту практически анднод, и от того, что ты там типа не 99%, а 99,5 будешь собирать, на это всем похуй. Понятно. То есть, меркантилизм в лите не такой ценный. Вторая вещь, меркантилизм отвратительно работает с вашими тк-шками, потому что меркантилизм, 100 меркантилизма увеличивает трейд пауэр на 200, то есть, нам нужно будет поставить больше провинций в тк, чтобы, соответственно, получить 50%, просто потому, что мы не можем наше тк разогнать с помощью рынка. То есть, рынки относительно будут просто хуже работать. То есть, они будут так, допустим, если у нас всего лишь 100%, то есть, базового трейд пауэра, то рынок даст типа в полтора раза больше. Сейчас. То есть, он умножит на полтора наш трейд пауэр, плюс 50 будет. А если у нас типа базово в пробке 300%, ну, то есть, у нас 100 меркантилизма плюс 200, то, соответственно, рынок даст типа там одну шестую. Ну, заебись. То есть, давал как бы очень много, а по итогу одна шестая. И, соответственно, нам нужно больше провок тогда в тк поставить. короче, просто больше гемора. И, естественно, 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 это просто плохо работает. Из-за того, что мы по итогу любой нот на 100% контролируем. Ну, то есть, вот как бы мы заинтересованы в том, чтобы на 100% контролировать. Ну, и третья вещь. Соответственно, любая монополия, две проблемы. Первая, она занимает слот, ну, именно с самими сословиями, потому что каждый слот очень ценен. И, то есть, вот эти 10-10, даже не 10-10, просто 10 лояльности, они как бы нам нихуя не дают, потому что в лейте нам как бы лояльность добывается с того, что мы нажимаем сейл тайтлс и не жмем сизлент. То есть, нам вообще похуй на лояльность. То есть, нам главное, чтобы она была типа где-то около 50. Чтобы мы нажали, у нас было, соответственно, за 60, и мы получили девкос. Вторая вещь, они не идут в Кронленды. Вот мы, то есть, соответственно, эти бабки нам как бы уже их дали, и в Кронленды они не идут. Ну, и, типа, мы получаем 8 лет денег, а монополия действует 10. Соответственно, меньше денег. А еще меньше с того, что с продажи Кронлендов не получаем. Короче, как всегда, говнина. Вот и все. Ну, в принципе, в принципе, с сословиями все. Главное, это просто башкой подумает, что ты туда хочешь ставить. Ну, естественно, ни для кого не секрет. Чуть-чуть дорасскажу. У нас есть очень сильная привилегия, контроль за монетарной политикой. Ее жмем, когда выгребаем займы. Сейчас у меня 37, вот 45. Вот и все. Но, само по себе эту привилегию не стоит жать, потому что она дает 5 техкоста. Ну, точнее, 5 л-поверкоста. Просто мы будто бы съели 2,5 коррупции. Ну, суперхуево. В принципе, дворфам спасибо, остальным соболезную. Видео выйдет скоро, не знаю. Я, по-моему, супер аферист. Ой, это я, что ли? Вот это мех. Спасибо. Только что набили. Давайте я вам помогу.